Сегодня у нас в студии Владимир Корнеев, певец, актер и просто очень обаятельный молодой человек. Владимир, добрый вечер, спасибо, что пришли к нам. Добрый вечер, очень приятно. Владимир, добрый вечер. Вы сейчас в Берлине на гастролях, будете до 6 января выступать в так называемом ТПУ канцлерамта, то есть совсем рядом с Англией Меркель. На афише написано, что зрители ожидают французские шансоны, русские романсы и новые немецкие песни. А конкретнее? И я можно добавить. Можно хотя бы одну строчку, либо из русского, либо французского, либо немецкого романса. Ой, прямо сейчас? Да. Одну строчку из... Только раз в холодный хмур вечер Мне так хочется Любить Ну вот, зато зрители сразу узнали, как Владимир. Что он их ожидает. Да, да. Ну вот, почему новые немецкие песни? Что это означает? Я их написал. Я композиции делаю, и у меня есть автор, Карстен Голбек, его называют. Он немецкие тексты пишет для меня. И мы сделали многих уже новых песен. Из этого новые немецкие. А, понятно. Классно. Ну, вы ведь помимо того, что певец, так поете прекрасно, вы еще и актер. Ну, из нашего сюжета, который мы уже показывали на нашем канале, вы, я так поняла, что в основном играете киллера. Чеченских киллеров. Не всегда. Будут в 2019 году какие-то, может быть, менее опасные, агрессивные роли. И, например, кого бы вы сами хотели сыграть в следующем году? Ну, я в этом году очень много снимался. Я снимался в большом фильме как главная роль. Я играл индейца. У меня был очень большой парик. Это какой-то вестерн или что? Я играл акробата в 20-х годах. Когда? Извини, мама. Извини, учительница по русскому языку. И это история о двух немцах, которые убежали из Первой войны. Первой мировой войны. В Норс-Дакота, в Америку. И она знакомится со мной. И она тоже акробат. И мы в цирке. И я индейец. Полуиндеец, полуамериканец. Первая роль по-американски. И когда это можно было, когда это можно увидеть? Выходит, это, я думаю, в следующем году, в октябре, будет фильм. Ну, акробаты тебе больше понравились играть, чем киллер? Я так не думаю про роль. Я всегда везде что-то... Если роль меня трогает, если я читаю книгу, и это меня трогает, я хочу играть. Но трогать всегда, как в жизни, всегда другое. Это как-то чувство в животе. Если так сделать, я хочу роль играть. Возвращаемся еще раз к вашим гастролям в Берлине. Вы до 6 января, пока все остальные будут сидеть дома, пить шампанское... У меня работает. Ну, кто-то работает. И есть оливье, и будут все лежать на диване. Вы почти каждый день, кроме 24 и 31, выступаете. Каждый день, два с половиной часа. Вы не устанете? Конечно, это как маратон всегда, каждый концерт. Но если ты знаешь, как техника, как правильно петь, и надо много спать, пить много... Сырых яиц? Воды. Я слышала, что оперные певцы пьют сырые яйца. Нет. Нет. Я так не знаю. Просто надо много спать, и надо хорошую технику иметь. И тогда голос не устает. И я слышал, что кроме французских, русских и немецких песен, у вас в этом году будет еще из одной страны песня. А, да, по-грузински. По-грузински. Где вы родились и выросли. Да, потому что... Ну, это же как бы winter show, Christmas show. И я думал, что Рождество, что это со мной имеет дело. И, конечно, это детство. Всегда мы думаем про детство, если мы думаем про Рождество. И мое детство было в Грузии с бабушкой. И бабушка очень много пела моя. И я всегда хотел как бы найти момент в концерте, где я могу петь по-грузински. И сейчас просто подался момент. Ну, тогда еще одну строку, теперь на грузинском. Да, я пою Сакар Твело. Это про Грузию. Самая любимая песня. Окей. Сакар Твело. Сакар Твело. Я думаю, что бабушка смотрит с небес и радуется. Да. Надеюсь. Так. Ну, и вообще у нас сегодня напоследок сюрприз, блиц-вопросы. Причем некоторые они будут в форме песни. Только за исполнение отвечает Моррис Гаттман. Потому что если начну петь я, надо будет пустить титры. Пожалуйста, дорогие телезрители, выключаем звук. И можно даже отвечать песни. Если можно... Я не понимаю. Он будет петь вопросы. И вы можете ответы. Я могу тоже петь. Да? Петра, да. Фристайл. Итак, первый вопрос. Давай. С чего начинается Родина? С хорошей пищей? Правильный ответ из Грузии. Да, конечно. Отлично. Отлично. Так. Второй вопрос. Следующий у нас не музыкальный. Следующий, к сожалению, не музыкальный. Самая запомнившаяся новость 2018 года? Что я влюбился. Ура! Ура! Поздравляем. Потому что когда мы снимали сюжет про вас, было по-другому. Да. Это отличная новость. Дальше. И еще один вопрос про Рождество. Хотя, наверное, вы уже частично на него ответили. Рождество какого числа? 24, 31 или 6 января? Рождество? Да. 6 января? Все. Ну, в прошлое. Русское Рождество. Ну, вы когда празднуете Рождество? А, когда я праздную. А мы вообще всегда празднуем. Если я дома, мы всегда празднуем. Но Рождество мы когда празднуем 24 и 6. Но мои родители приезжают. И еще Новый год посередине. И Новый год. Но я сейчас не могу к родителям, потому что у меня концерты, но они приезжают в Берлин. И они будут 24-го тут. И вы им делаете таким образом подарки. Итак, четвертый. Морис опять поет. Я поддерживаю. Немножко другой жанр. Я группа поддержки. Немножко другой жанр. Новый поворот и мотор рвет, что он нам несет. Много здоровья и счастья. Мы все надеемся. Очень позитивно. Да, да, да. Так, остался один вопрос. Марта. Лучшая песня 2018 года. И пожалуйста, тоже исполнить. Я сегодня отвечаю за то, чтобы просить вас песню. По вашей версии. В этом году ваша песня, которая вас больше всего затронула. Любимая песня. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ ФИЛЬМА Классно. Класс. Браво. Это диджей Авичи. И песня тоже входит в вашу программу. Да, из-за этого я ее спел. Потому что я много про эту песню в этом году думал. Классно. Это конец моей программы. Классно. Так что, кто хочет увидеть и услышать все это в живом исполнении. Владимир Корниев приглашает. Но последний, Морис, ты забыл. Поздравление. Поздравление с Рождеством и Новым годом. Нашему телеканалу, телезрителям. Я не знаю, всем, кому хотите. Вашим родным, близким, друзьям. Самому себе. Можете на камеру. Я вас всех поздравляю с Новым годом и с Рождеством. Будьте здоровы и счастливы. И очень много петь надо в жизни. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.